Национальный склад вакцин модернизирован и оснащен оборудованием, подаренным Европейским Союзом и Всемирной Организацией Здравоохранения. Пожертвования включают в себя генераторы, транспортные средства, холодильники, морозилки и IT-оборудование. Общая стоимость инвестиций составляет 776 тысяч евро. Ранее национальный склад вакцин находился в плачевном состоянии, и при поддержке Евросоюза и Всемирной Организации Здравоохранения помещение отремонтировали и оборудовали необходимыми холодильными камерами, автоматически указывающими температуру и напряжение. Также закуплены два автомобиля, оборудованных холодильными камерами, что позволит безопасно перевозить вакцины. Антериор пандемии COVID-19 были фрагидеры или камеры фрагировки только для вакцинных программ национального иммунизации. Evident, что они не осуществляют никакие температуры для вакцинных, которые были использованы в COVID-19, например, Pfizer, которые выпадут в минус 60, не были вакцины. У нас не было раньше такой такой, но эти репрагировки были сейчас оборудованы. Сейчас есть два, достаточно, которые вакцины в минус 90. Евросоюза оборудовала 776 тысяч евро за репрагирование, Министр здравоохранения Алла Немеренко признала, что хотя созданы все необходимые условия для хранения вакцин, население по-прежнему скептически относится к иммунизации. Поэтому власти продолжат информировать граждан о важности этого процесса. Сейчас на складе вакцин Нацагентства общественного здравоохранения, все сыворотки, включенные в реестр иммунизации, в том числе 360 тысяч доз вакцины против ковида, а также другие расходные материалы.